Здравствуйте, у микрофона Артём Вацлавик и полуфинал Кубка Прохладницкого района по футболу в формате 8 на 8 стартует именно сейчас. Полуфинальных матчей, естественно, будет двое, но вот первыми на поле детского, ну или как скажем, запасного поля центрального стадиона, именуемого Сдюшор, выходят команды Малка, город Прохладный и Феникс 2. В каком-то смысле это Прохладницкое дерби, но вот в общении с одним из игроков Малки перед матчем была сказана фраза, что пока еще команда Феникс 2 слишком молодой представитель Прохладницкого футбола, чтобы считать их противостояние с Малкой дерби. Ну посмотрим, может быть первый кирпичик этого самого противостояния в качестве супер принципиального будет заложен именно сегодня. До сих пор так не получалось. В центре поля у мяча Иван Таранов делает передачу на Казбека Гитериева. Это, по сути, наверное, главные две звезды команды в зеленой форме. Ну а дальше по составу давайте быстренько пробежимся. В воротах Александр Федоренко в защите Тамерлан Гелиев и Кантемир Тауф. Дальше играют в полузащите справа Камил Айнаев и слева Хасан Сакалов. В центре поля действуют Ислам Берсеков и Казбек Гитериев. Ну и, конечно же, в нападении Иван Таранов, главный тренер команды. Валерий Гукасян. Ну и у него как бы в качестве помощника, правда, сегодня вряд ли активного, Александр Волков. Желаем ему по-прежнему скорейшего выздоровления. Ну и давайте переключимся уже на их соперника, на команду Феникс, выступающих в оранжевых манишках. Ну, слава богу, на них есть номера. Хотя и без номеров, в принципе, идентифицировать всех причастных к этой команде сегодня вполне возможно. Пока Малка в атаке. Давайте немножечко на этом моменте сфокусируемся. А дальше уже, как только активная стадия этой атаки пройдет, сразу же поговорим о составе Феникса. Наверное, может быть, можно и сейчас в воротах Кимран Газаев. Дальше в защите, конечно же, Дмитрий Дворецкий. Также тут в защите Руслан Джумшудов играет. И, скорее всего, именно в два защитника действует сегодня Феникс. Хотя это не факт абсолютно. Надо будет посмотреть сейчас при других раскладах, как выглядит расстановка на поле. Пока похоже, что два защитника это Дворецкий и Джумшудов. По похожим схемам, значит, команды играют. Дальше слева в полузащите Руслан Узденов расположился. Справа, судя по всему, Юсуф Шахаев. И вот сейчас центральный полузащитник Павел Рутюнов передачу сделал на Узденова. Тот пробил и Кантемиртауф этот удар сблокировал. Дальше в центре поля вместе с Павлом Рутюновым Артем Борченинов. Это тоже очень серьезная, конечно, полузащита у Феникса. Ну и линия нападения представлена одним человеком, но зато каким это лучший бомбардир Феникса этого сезона. Вот здесь в прохладном. Артем Сидоренко, главный тренер и организатор и игрок по совместительству команды Давид Насибов. Собственно, все, что необходимо было сказать на старте поединка, сказано. Теперь давайте смотреть. Игра, думаю, будет интересная. Последний матч этих соперников завершился очень веселым результатом. 7-4 в пользу Малки. Был момент, когда в игре мог наступить перелом. По крайней мере, так точно считают в стане Феникса. Когда при счете 5-4, да, по-моему, Феникс пару моментов не реализовал. А где-то даже и сетовал на судейские ошибки, как, по крайней мере, так кажется этим... Как, по крайней мере, кажется представителем команды Феникс. Но результат на табло. 7-4 Малка победила. Победила там в том числе и без своего основного голкипера, без Александра Федоренко. В той игре ворота защищал Григорий Гусь. Ну вот сегодня на воротах уже основной вратарь. Посмотрим. И в целом состав очень даже близок к оптимальному. Про Волкова мы уже говорить не будем. Потому как с четвертого тура зимнего первенства понятно, что он надолго выбыл. Но из тех, кто сегодня мог принять участие в матче, в первую очередь выделяются две фигуры. Это, конечно же, Рамазан Буздов и Роман Дудин. Вот два человека, которые за Малку сегодня не сыграют. На замене у Малки сейчас находится Арсен Губжев. Собственно, он будет призван усиливать игру своей команды. Ну а из потерь также давайте отметим, что нету Олега Алексеева. Феникс в более-менее своем боевом сочетании предстает. Но опять же тут есть потери, которые уже давным-давно известны. Конечно же, речь об Александре Метеоглове и Романе Неплех. Они по своим рабочим, скажем так, моментам не играют уже довольно-таки длительный срок. Не находятся они сейчас вообще в прохладном. Поэтому и на поле их нет. В остальном все те, кто могли принять участие сегодня в игре в составе Феникса, они все здесь, в частности и на скамейке. Вот надо сразу отметить, что там и Давид Насибов, и Фархад Имамалиев, и, конечно, кто там еще, Азамат Узденов, Николай Третьяков. Собственно, вот такая вот скамейка запасных у Феникса. Скамейка по количеству людей, конечно, более внушительная. Но насколько это количество даст Фениксу качество, посмотрим по ходу этого матча. Еще вкратце оговоримся, что сегодня же состоится и сразу после этого матча состоится и второй полуфинал, в котором сыграют с Дюшор 2006 и Локомотив. Но это будет уже отдельная история. А у нас пока все внимание приковано именно к этой игре. В четвертьфинале соперники сыграли немножечко по-разному, наверное, можно так сказать. У Феникса был матч против Инала Дубль, и Феникс довольно уверенно выиграл эту встречу с счетом 6-2. Тут и счет, что называется, на табло. И вообще в целом по игре Феникс выглядел очень даже неплохо. И особенно это касается игры в обороне. Но опять же, это все на фоне Инала. Как будет сегодня против Малки, что называется, посмотрим. А вот Малка играла против... Давайте сейчас досмотрим вот этот момент. Против Псеншока. Псеншока довольно-таки интересного. Псеншока усилившегося, в частности, Жумалдином Каратляшевым. И вот как раз-таки Жумалдин два мяча в ворота Малки забил. А в целом забито было в ворота Малки три мяча. Вот. И получается, сама Малка ответила пятью. Пять-три победа Малки. Не столь убедительно, насколько убедительно сыграл Феникс в четвертьфинале. Но опять же, тому есть объективные причины. И в качестве одной из них можно сказать, что это отсутствие Ивана Таранова на поле. Вот сегодня он здесь. И посмотрим, насколько это изменит игровые концепции Green Team. Да, так уж получается, что сегодня оранжевая команда против Малки. Хотя большинству игроков в зеленой форме в последние годы оранжевый цвет стал практически родным. А вот атака и гол! Голл! И это Камил Айнаев. Вот так, 1-0 с передачи, по-моему, Ивана Таранова. Айнаев забивает первый мяч в этой игре. Практически до этого каких-то по-настоящему острых моментов Малка не создала. Но тут, что называется, мастер-класс. Нам не надо много моментов. Нам важно реализовать то, что создадим. По крайней мере, на старте поединка игровая позиция Малки выглядит именно таким образом. Джумшудов с мячом. Передача высокая вперед. На выходе, конечно же, сыграет Александр Федоренко. Дак у Малки. Малка, конечно, фаворит сегодня на бумаге. Малка действующий чемпион. И в статусе, собственно, этого... В этом почетном статусе Малка, собственно, в турниры зашла. Как принято в теннисе, да? В теннисе говорить... В теннисе. Говорить, первая ракетка, да, турнира. Вот первая ракетка, скажем так, первая команда этого турнира по рейтингу. Безусловно, это Малка. Феникс зашел с позиции номер 4. Поэтому, как бы, конечно же, фаворит этой игры в целом очевиден. Но всегда-всегда на поле есть место подвигу, есть место сенсации. Давайте посмотрим, как будет развиваться эта игра дальше. Борчининов идет в обыгрыше. Айнаев не позволяет так легко с собой разобраться. Но все же мяч поконтролировать продолжает Феникс. В хорошей позиции мяч Узденов получил. Но спиной к воротам из-за этого, как бы, и очень быстрый момент, да, перестал быть довольно-таки опасным. Ну и будет угловой. Сидоренко. Можно же обратно было отыграть на Узденову, но уже ладно. Борчининов. Разворачивается отлично. Рутюнов. И вот тут какое решение Павел примет. Но нужно было продлить Артему сейчас. Тоже Шахаев был абсолютно свободен. И опять нужно располагаться в позиционную атаку, заходить. Феникс с мячом. Шахаев. Юсуф смотрит, куда прострелить. И простреливает точно в ногу Берсекову. А дальше уже сам Берсеков устремляется. И довольно слепую передачу выполняет. Посчитал он, что Иван Таранов бежит в эту сторону. А Иван Таранов бежал в обратную. Из-за этого совершенно свободную от игроков. Зону мяч полетел. Феникс с мячом. Борчининов. И вот тут Арутюнов. Да, если бы тут, конечно, кто-нибудь оказался, получилось бы хитро. Но все же тут именно не получилось действия у Павла Арутюнова. Но пока позиции Феникса не выглядят совершенно уж удручающе как-то. И нельзя сказать, что безнадежное их положение на поле. Нет, пока Малка в целом не сказать, что бы доминирует. Да, она вот создает, вот как сейчас, очень хороший момент. Но и у Феникса есть шансы. И вот шансы вот в таких контратаках Малка, если вдруг идет большими силами. Не так много игроков, которые способны быстро вернуться. И вот тут, если бы не возиться в центре поля, у Феникса мог бы быть шанс. Но он уже упущен. Теперь только позиционная атака. Борчининов мяч получает. Возвращает его Шахаев. У Шахаев важно правильно распоряжаться мячом. Арутюнов контролирует Феникс мяч. Дворецкий. Передача на Шахаева. Дворецкий, кстати, и пробить может издалека. И разок это уже на этом турнире принесло пользу Фениксу. Но был он сейчас не в очень удобной позиции. Узденов Руслан. Он с мячом. Обыгрывается здесь Борчининова. Отлично ударная позиция. Но пробить Айнаева не удалось. Мяч до Федоренко даже не доходит. А это Джумшудов. И ух, как. Сейчас пришлось лицом останавливать эту передачу к Антимиру Тау. Ну, что не сделаешь для своей команды. И еще один угловой. Стандарт. Борчининов. Четыре игрока Феникса. Готовы здесь были принять передачу. Скидка на Узденова. Узденова приходится уже к своим воротам атаку разворачивать. И вот уже с мячом голкипер. Кимран Газаев отдает передачу на Дворецкого. Но Дмитрий заброс. И вот тут могло бы, опять же, получиться опасно. Если бы, скажем, как-то осмысленно пропускал Борчининов. Делал все, чтобы обмануть Кантемира Тауа. Но Тауф видел, что скорее не доберется до мяча Артем. Поэтому среагировал. А так, да. Введив в заблуждение своего соперника. И абсолютно один был, по-моему, Артем Сидоренко. Дальше в очень удобной позиции. Узденов. Арутюнов. Дворецкий. Передача. Нет, до Борчининового мяча доходит. Но еще один угловой. Вот так вот Феникс по чуть-чуть, по чуть-чуть. Но все же за счет стандартов прибирает себе инициативу на последних минутах. Ну, не на последних, а в последние минуты. На последних минут первого тайма еще далеко. Сидоренко. Удар. Ну, очень неподготовленный этот удар. С точки зрения именно того, как он произошел. Так-то вроде позиция была удобная. И подготовиться вроде время было. Но вот сам удар вообще не получился. Пока у Артема. И теперь Гелиев. Тауф. Тауф отдает мяч обратно Тамерлану. Гелиев смещается на бровку. Снабжает мячом Сакалова. Хасан отдает Гелиев. Ну, в общем, пока-пока Малка просто ищет варианты в атаке. Вот здесь Дворецкий здорово разобрался. Борчанинов. Вот контратаку надо развивать. Ну, как-то. Как-то не своевременно Артем передачу отдал. Либо раньше, либо уже позже надо было отдавать. И вот чуть было не наказало сейчас Малка соперника за это. А здесь. А здесь Сидоренко. Да, против него сразу четыре защитника. Но есть и партнеры, которые готовы принять передачу. Вот, в частности, Шахаев. Обратная передача. Ну, как-то и не на Арутюнова, и не на Сидоренко получилось. Между ними воспользовался этой оплошностью. Игрок Малки и уже грин-тим идет вперед. Аут будут бросать. Гелиев. Идет к мячу. Пока все спокойно. Пока, в целом, конечно же, сценарий устраивает Малку. Уже пару голевых ситуаций они создали у ворот Кимрана. Газаева Кимран не сплоховал. Вот еще одна подача. До игрока мяч не доходит активно. Берсеков в борьбу вступает. Дальше Борчанинов. Да, вот на чужой половине поля очень активно прессингует соперника Малка. И вот к чему это приводит. К довольно-таки голевому моменту. Но Гелиев момент свой не реализовал. И уже Фидоренко. Что, уже третий раз активно в игру вступает Кимран Газаев. Перевес по этому компоненту, по создаваемым голевым моментам, у Малки уже довольно-таки высокий. А вот хороший пас на Артема Фидоренко. Но вновь, который раз игроки Феникса спиной к воротам мяч получать вынуждены. Из-за этого темп атаки падает. Борчанинов. Вот Узденов лицом к воротам мяч получил. Забивай, Сидоренко. Как? Это, конечно, голевая должна была быть. Атака вне всяких сомнений. Но Артем Сидоренко умудрился поразить перекладину. Что ж, в любом случае Фениксу можно засчитать эту атаку. Это было очень здорово. И если еще вдруг разок получится, то, я думаю, могут и забить такие ворота Малки. Другой вопрос, что по чистоте создаваемых моментов Малка впереди. И кто раньше забьет, очень большой вопрос. Относительно Феникса, конечно же. Вот сейчас опасно было. Иван Таранов не успел пробить. Джумшудов успел его здесь накрыть. По-моему, Сокалов. И мяч уходит за пределы поля. Гелиев. Берсеков. Тауф. И Узденов перехватил. Но вот сейчас надо включать свою скорость, технику Руслан. А он решил сделать передачу. В принципе-то неплохо, но вновь как-то так неудобно получил этот пас Сидоренко. А дальше у Феникса еще одна шикарная атака проходит. И уже Борщининов не сумел переиграть Александра Фидоренко. Героем в эпизоде вышел именно Галкибер. Вот так. Что ж, за серией опасных моментов в исполнении Малки последовали два просто фантастических. Уже момента у Феникса. И надо отметить, что замена произошла в стане. Оранжевых вместо Павла Рутюнова появился на поле Надыр Тулиниязов. И вот он, кстати, ко второму опасному моменту был причастен. А вот тут уже Кимран Газаев чувствует опасность. И только уже сам Галкибер спасает ворота. Все более открытая игра становится. Ну, это формат 8 на 8. Здесь, в принципе, по-другому может вряд ли быть. И результативность в таком формате всегда довольно высокая. Ну и так вот прям совсем сухую игру мы редко можем увидеть. Сегодняшний матч точно к разряду неинтересных относиться не будет. По крайней мере, уж точно по количеству создаваемых ситуаций командами. Борчанинов. Узденов. Бьет и забивает Руслан Узденов. 1-1. И надо сказать, что абсолютно справедливо Феникс сейчас сравнивает счет. Потому что назревал этот гол. Раз, создали момент. Два. И вот теперь уже забили гол. Интересно все у нас становится на поле. И дальше может быть только лучше. Посмотрим. Александр Федоренко пропускает в ближний угол. Да, несвойственно это данному голкиперу. И чувствую шутки в стане Малки по поводу солнца. В частности, от Ивана Таранова могут продолжиться после этого. Соколов. Что ж, Малка подрасслабилась. Малка чуть-чуть отпустила, что называется, эту игру. И поплатилась за это. Причем поплатилась так, что их предупреждали. Да, Феникс дважды создавал. Очень хорошие моменты. Малка не отреагировала. И получила в итоге гол в свои ворота. Гетериев. Вот сейчас уже нужно более активно идти вперед. Это получается. И будет угловой. Берсеков бил. Но попал в кого-то из игроков Феникса. Ну, я думаю, оранжевые должны были быть готовы к подобному сценарию. Особенно в случае того, что если будет действительно результат матча как-то подвисать. Подвисать, естественно, Малка будет активизироваться. Узденов. Вот и нужна его скорость. Обойдет он Гелиева? Нет. Тамерлан Гелиев в отличной форме. Хотя все же давайте не будем забывать, что игрок бегущий с мячом и без мяча. Все-таки, конечно, тот, кто без мяча, у него чуть больше преимущества. Фархат Имамалиев. Меняет он сейчас как раз Руслана Узденова, который совершил рывок. Может быть, чуть-чуть нужно передохнуть. Руслану. У Малки пока замен нет. Тауф мяч выбивает. Дворецкий на подборе. Скидывает Фархату Имамалиеву. Ну и здесь сяут. Айнаев. Отдает Берсекову. Берсеков, Айнаев. Разворачивается, отдает Тау. Ну и уже спокойно Малка мяч контролирует. Без каких-либо трудностей. Гелиев. Находит Сакалова. Вновь Гелиев. Несмотря на то, что играет Тамерлан на позиции защитника, довольно многие атаки начинают строить игроки Малки именно через Тамерлана. Так, по крайней мере, на этом отрезке матча получается Имамалиев. Ну, есть же свободное пространство. Зачем-то Имамалиев полез туда, где были игроки Малки. Не стал смещаться в свободную зону. Ну и вот мяч был потерян. И теперь уже Казбек Гетерриф, Таранов. Опасно. Гол. Иван Таранов. Ну, это две легенды. Казбек Гетерриф. Голевая передача. Иван Таранов. Гол. 2-1. Малка впереди. Вот, что называется, расплата, да, за небольшую оплошность в центре поля. Вот так. И таким трудом добытое равенство вновь упущено. Ну, это и этого не на неделе нет еще. Давай другую сторону. Спасибо другую сторону. Джумшудов. Дворецкий. Вновь Джумшудов. Джумшудов, для него, я думаю, сегодняшний поединок определенную принципиальность имеет. В особенной степени, чем для других игроков. Объясню почему. Руслан еще в прошлом сезоне являлся игроком Малки. И являлся игроком Малки он на протяжении как минимум двух, по-моему, сезонов. А может быть даже и трех. Ух, если мне память не изменяет. Да, по-моему, даже три сезона Джумшудов отыграл за Малку. Удар сейчас. Ух, как было. Неплохо. И, по-моему, Кимран Газаев вытащил этот выстрел. Так вот, но с этого сезона Джумшудов принял решение играть за Феникс. Причем в данном случае это можно даже назвать возвращением. Потому что в прохладном за Феникс, может быть, Джумшудов и не играл. Но вот в Нальчике, там, где Феникс не два, а просто Феникс играет, Джумшудов за этот коллектив выступал. И вот таким образом его камбэк стана оранжевых состоялся. Оранжевых по сегодняшней игре. Так-то Феникс вообще золотисто-синий или сини-золотые. В общем, кому как нравится. Или черно-золотые. И, в общем, хотя там больше все-таки темно-синий цвет на форме. В общем, можно долго рассуждать. Под эти рассуждения Кимран Газаев в очередной раз спасает свою команду. Уже скоро пальцев на одной руке может не хватить. Если мы будем заводить разговор о том, сколько раз вступал в игру. Серьезно так вступал Кимран Газаев. Ну и надо отметить, что действительно сегодня голкипер очень неплох. В отличие от своего появления в матче четвертьфинальной стадии. Мяч выносится. Сидоренко. Вот тут сумел убежать от Берсекова. Сидоренко. Ну какая же сырая эта передача получилась. Еще раз и вновь. Ну что же это такое? Вроде бы всего один игрок против Артема. Но сделать мимо него передачу не удается. Почему? Потому что это Тамерлан Гели. Чтобы самый опытный машинист пришел остался. Шахаев. Борчанинов. Шахаев. Ну тут Сокалов уже. Не позволяет себя обыграть. Поменялись вновь Тулиниязов и Арутюнов. Арутюнов на поле. А теперь. Здорово. И Мамалиев как махнул мимо мяча. Ну может быть это к лучшему. Показалось так на мгновение. Но когда по мячу пробил Сидоренко, все сомнения отпали. Не к лучшему. Да, голевая ситуация. Феникс вновь начинает подбираться к воротам Малки. Но вновь делает это все через звонки для обороны соперника. Позволяет одуматься, прийти в себя. Что ж, это может дорогой ценой обойтись Фениксу. Все-таки в игре с таким соперником подобными моментами надо дорожить. Губжев, между прочим, появился. Сменил он Тамерлана Гелиева. Так что двойка защитников теперь это... Извиняюсь, Кантемиротауа сменил он. Вот, да. Двойка защитников выглядит Гелиев-Губжев. Передача на Гетериева. Ну и да. Напомню, что Малка вышла вперед благодаря легендарному голу. Не побоюсь этого слова, потому как две легенды прохландского футбола. Казбек Гетериев и Иван Таранов разыграли голевую комбинацию. И мяч уходит за пределы поля. Гелиев. Играть еще минут... Где-то минуты четыре, может быть пять, если арбитр что-то добавит. Так что... Уже первый тайм потихоньку подходит к концу. И вот он момент. Шикарная подача на Ивана Таранова от Гелиева. Ну и шикарное спасение от Кимрана Газаева. Вне всяких сомнений. Герой первого тайма в составе Феникса именно Галкипер. Тут уже точно никто спорить не будет. Сколько он уже отразил, сколько ему еще отразить сегодня придется. А между тем Азамат Узденов появился на поле. И попытка пробить через себя Атыма Малиева. Ну что ж, это, конечно, интересно. Хотя все же шансов было немного. Ну а с поля уходит Артем Сидоренко. Вместо него появляется Николай Третьяков. Появляется он в линии атаки. Ничего себе. Обычно этого игрока принято... Ну, по крайней мере, я, насколько помню, чаще всего видел в обороне. Где-то ближе к флангу. Может, в центре защиты. Даже в прошлой игре на воротах за Феникс он стоял. А вот сейчас выходит на позицию центрального нападающего. Что ж, может быть, это какой-то хитрый ход от Давида Насибова. Посмотрим. Ну а Узденов сменил. Третьяков на ударной позиции. Вот это да! Что сейчас могло бы быть? Как, Николай, ты не поразил ворота? Это просто фантастика. И как бы мы сейчас ликовали, воспевая тренерское чутье Давида Насибова. Но нет, не свершилось. Но сам по себе момент очень интересный. И теперь передача на Гелиева. Здорово Дворецкий здесь действует. Давай, давай, давай. Узденов Шахаева, судя по всему, сменил. Я про Азамата Узденова. Но игра интересная. Честно сказать, Феникс не тушуется на фоне именитого соперника. Игра не очень напоминает то, что было в последнем туре зимнего первенства. Там у Малки все-таки было гораздо более серьезное превосходство. Ну и по забиваемым голам. И вообще в целом. Сейчас Феникс выглядит куда более собрано. При том, что и у Малки проблем-то с составом гораздо меньше, чем в той игре. Гетериев. Заброс опасный на Тарановой. Штанга уже выручает Кимрана Газаева. Ну что ж, везет тому, кто везет. Кимран сегодня в целом в первом тайме очень много выручал свою команду. Заслужил он это везение. Вне всяких сомнений. И удар от ворот. Борчининов будет вводить мяч в игру. Третьяков. С его ростом он способен побороться на втором этаже. Там, скажем, поскидывать на партнеров. Да, в случае чего. Но вот сейчас скидки не получилось. Гелиев. Губжев. Соколов. Таранов. И Борчининов мяч перехватил. Передача на Третьякова. Тут, ну по мне, это даже на желтую, как бы так, немножечко грубовато сыграл здесь. И не совсем по-спортивному Арсен Губжев. Но у арбитра другое мнение. На этот счет Дворецкий отдает Джумшудову Джумшудов. Почти мяч потерял. Но в итоге все-таки ввязался в борьбу. Показалось, что сохранит. Но нет, Малка с мячом. Соколов набирает ход. И слишком высоко. Да, слишком высоко. Это была попытка сделать передачу. Но Айнаева. 2-1. Ну что ж, если первый тайм так и завершится, для Феникса это абсолютно не критично выглядит. Учитывая то, какие моменты удается создать у ворот Александра Федоренко оранжевым. Я думаю, вообще унывать точно нет смысла. Нужно продолжать биться. И все еще возможно в этой игре. Гетериев. Бас с пяткой. Но в никуда оказалась эта передача. И Борченинов. Что? Нет свистка. Оказалось, что уже готов арбитр свистнуть. Ну а с мячом вроде как Феникс остался. Принцип преимущества. Не знаю, насколько здесь был актуален. Дворецкий. Арутюнов. Борченинов. Ну да, правильно подсказывают, что нужно двигаться. Действительно статично такую атаку развивать не получится. Это упрощает сопернику просто ситуацию. И вот Дворецкий. Его дальний удар. Точный. Но не дезориентировавший Александра Федоренко. И свисток арбитра. 2-1. Малко впереди. Но во втором тайме все еще может измениться. Перерыв. Продолжение следует. 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 Узденов Борчанинов Феникс, возможно, выдает чуть ли не лучшую свою игру в сезоне Да, они проигрывают, как бы это странно не звучало Но вот к данной минуте сейчас речь идет Конечно же, дальше все может еще измениться Но вот очень неплохой матч содержательный Да, много где-то везения Где-то должны, конечно, благодарить своего голкипера Но все же мы не должны забывать Что давайте и те моменты, которые Феникс создавал, вспомним И поймем, что они тоже были очень хорошие Практически каждый из них тянул на гол, вне всяких сомнений Поэтому, по крайней мере, это точно лучший матч против Малки Пока Феникс выдает Потому что все предыдущие были просто такие провальные Очередное спасение Кимрана Газаева Казбек Гетериев не сумел сейчас свой личный мяч в этой встрече Забить Ну, Малка ответил Да, история противостояния этих двух команд, она довольно-таки проста Берсеков, здесь здорово, Дворецкий И дальше Сидоренко Проста с точки зрения того, кто в этой игре фаворит, а кто аутсайдер Сидоренко, ну как же, не сумел все-таки он развернуться и пробить Если, ну, о матче предыдущем, да, между этими соперниками уже сказал 7-4 там Малка выиграла в последнем туре вот этого прошедшего зимнего первенства А в предыдущие два года Феникс 2 просто катастрофически против Малки играл Проигрывал 17-1 14-2 В общем, что-то такое 17-1 точно было 14-2 я вот могу чуть-чуть, может быть, в цифрах заблудиться Но очень похоже вот какая-то такая игра была Так что делайте выводы сами, насколько пока для Феникса Малка соперник неудобный И насколько удивительно выглядит то, что сейчас на поле происходит 2-1, да, всего лишь счет У Феникса все равно возникают ситуации голевые И все шансы еще на то, чтобы побороться за результат в этом матче Такого у этих соперников давненько не бывало Конечно, кто-то поспорит, скажет, что 5-4 в предыдущем матче это тоже была такая отсечка Но все же в какой-то момент Малка просто 5-0 соперника обыгрывала И как бы все шансы сказать, что Малка подрасслабилась, пропустила Потом вновь набрала, выиграла 7-4 Сейчас подобной картины нет Малки расслабляться пока по этой игре негде особо Борчанинов Дворецкий Передача на Узденова Руслан уходит в центр Контролирует мяч, оставляет его Дворецкому Ну что ж, расположился Феникс на чужой половине поля Узденов Передача вдоль штрафной площади И перехватывает этот пас Хасан Сакалов Да, возможно, возможно все-таки у Феникса вот это небольшое преимущество может во втором тайме начать сказываться За счет того, что больше замен Просто чуть более свежими игроки могут появляться на поле Но насколько это будет иметь вес обстоятельства Мы узнаем уже, как говорится, по завершению, скорее всего, матча Сейчас можно только предполагать Возможно, для Малки такой темп выдержать в течение часа вообще никаких проблем не составляет Тем более, все-таки одна замена присутствует Борчининов будет сейчас мяч вводить в игру Еще один стандарт Сидоренко разыгрывается Рутюновым Сидоренко Передача на Шахаева И Суф Ну уже нужно будет через галкипера играть Так и есть Газаев И передача вперед Ну так Ну, кстати, получает мяч Арутюнов Ну, пускает его за пределы поля Да Да, просит Кимран Газаев партнеров ждать передачу Насколько в итоге именно на Арутюнова все-таки планировал Кимран этот пас сделать Давайте не будем сейчас уточнять Мяч до партнера дошел, это главное Узденов Мяч в поле Проходит Узденов одного защитника А второго уже пройти не удалось Кантемиртауф Он в центр смещается Он тут практически один Передача на свободного Хасана Сокалова Сокалов попадает в защитника угловой Роман Дудин присоединился к Александру Волкову На зрительском месте Удар поворотом и Кимран Газаев Если Фениксу удастся сравнять счет, если Фениксу удастся зацепить хоть какой-то более-менее приемлемый результат То с главным героем встречи вообще проблем не будет И определить его будет очень несложно Почитайте количество спасений сегодня от Кимрана Газаева И вот для вас все станет очевидно Но это только в случае положительного результата для Феникса В остальных случаях герои будут в составе Малки Сейчас получил по ногам Хасан Сокалов Арбитр не согласен, что это фолк Считает, что чисто сыграл Руслан Жумшудов Гелиев Берсеков Тауф И передача назад Доходит она до Александра Федоренко Успокаивает этот мяч Галкипер Тауф И не очень точная передача Под прессингом у Кантемира получается Будет сейчас вводить мяч в игру Феникс Сидоренко Борченинов И мяч уходит на угловый Для Феникса, конечно, вот этот матч Последний шанс чуть-чуть продлить свой сезон Ну, как скажем, вот этот зимний сезон Потому как основная команда, выступающая в зимнем кубке ЛФЛ в Нальчике На минувшей неделе сыграла свой матч в раунде плей-офф Удар! Здорово Дворецкий сейчас пробивал Но опять это получилось точно в руки Галкипера Вот, попали они на команду Асад В первом раунде И, к сожалению, проиграли Проиграли драматично 4-3 По признанию многих игроков Чувствовалось, что команда в состоянии была зацепить результат в этой игре В состоянии была еще сравнять Но этого вот чуть-чуть команде не хватило Хватит ли сегодня? Посмотрим Это действительно большая психологическая проблема С другой стороны мы видим и прекрасно понимаем, что все-таки шаг за шагом Феникс растет Растет в том, что эта команда из себя представляет Тут руки Борчанинова, да Ну и мы видим, что тепло Александр уже предпочел снять Артем, извиняюсь Артем предпочел снять поддевку Уже совсем по-летнему выглядит Гелиев Берсеков Малко понимает, что тоже как бы давать слишком много свободы и пространства своему сопернику нельзя Нужно обязательно периодически идти вперед и пытаться забить тот самый успокоительный третий мяч Пока этого сделать не удается Ну и у нас пауза, мяч застревает где-то в районе сетки Есть ли второй игровой мяч? Есть И сейчас Артем Борчанинов рисковал его туда же забросить Но все же победители не судят Оба мяча упали на землю и игра возобновляется Гелиев Передача на Федоренко Кантемиртауф Федоренко Передача на Айнаева Аж сюда была слышна подсказка Романа Дудина, да, что нужно именно на Каму давать передачу Гетериев Хасан Сакалов Идет в обыгрыш Вставляет Гетериеву Тауф Надо сказать, что в кубке, конечно, Малка уже не имеет столь тотального перевеса над своими соперниками, как это было в первенстве Заброс Таранов, скидка Кто первый на мяче? Дворецкий А дальше Борчанинов Шахаев Ну, там были чуть раньше правила нарушены Нет, не нарушены Просто на газоне оказался игрок Малки Теперь ему нужно оказать помощь Из-за этого и свисток Нарушения правил здесь не было Между тем, еще минут 14, наверное, 15 предстоит команда провести на поле Ну, и мы видим, что напряжение в матче нарастает Все застыло в ожидании гола И в чьи ворота этот гол состоится Будет иметь теперь уже точно колоссальное значение Потому что пропустит Феникс Времени отыграться уже будет очень мало Отыграть два мяча Пропустит Малка 2-2 И здесь на последних минутах может быть уже все, что угодно Так что сами выбирайте, за что именно вы в данной ситуации болеете Но напряжение Присутствие напряжения Признавать просто-таки необходимо Борченинов Арутюнов Борченинов Сидоренко Сохраняет контроль Феникс Узденов Руслан разворачивается Передача, попытка выполнить на Арутюнова Чуть было не прошла Дальше нарушены правила Фол в атаке Александр Федоренко Мяч в игру вводить будет Нет вопросов по поводу игровой формы Александра у арбитра А все-таки, мне кажется, могли бы быть Оранжевые манишки у Феникса Оранжевый вратарский, можно сказать, свитер Сегодня у Александра Федоренко Но пока-пока никто на это внимание не обратил Кимран Газаев в этом вопросе выглядит примерно С точки зрения того, что подает пример Да, он в синей форме Этот цвет не соответствует ничему На поле ни в форме своей команды Ни в форме соперника Ни в форме арбитра Гитериев Сокалов Губжев Губжев, кстати, появился на поле Поменял он Кого? Поменял он, судя по всему, Тамерлана Гелиева Нет, Гелиев на поле Кого же сменил? Губжев А Губжев сменил Камила Айнаева Да, кстати, именно он получил повреждения Вот в том эпизоде Губжев, Губжев, да На поле Ну и торопит своих партнеров сейчас Кимран Газаев Да, понятно, почему А уже с дюшор разминается И надо сказать, что ну просто-таки Все-все-все, кто только могли принять участие в игре здесь Локомотиву сегодня будет очень непросто Борчанинов И здесь Казбек Гетериев Прекращает, прерывает эту атаку Надо сказать, что в целом неплохой зрительский интерес вызывает кубок И вот эти вот матчи полуфинальные Действительно собрали здесь определенную зрительскую аудиторию Скажем так, не всегда свойственную Прохладницкому формату 8 на 8 Это похвально Арутюнов Потеряет мяч Феникс Нет, отработал до конца Павел Арутюнов И будет аут Феникс сбрасывать Шахаев, Сидоренко А Борчанинов Ну и в никуда Подарил мяч Малке сейчас просто Ну что ж, по крайней мере с точки зрения вот того, как именно проходят матчи кубка Я думаю, если у этого турнира были скептики То сейчас их не должно оставаться Потому что в целом абсолютно оправдан Этот мини-турнир Очень боевые матчи И даже в тех играх, где казалось, фаворит очевиден Все равно было на что посмотреть Ну а в этой игре так вообще еще до конца ничего не ясно Нападение Срубил сейчас Арсен Губжев Артема Сидоренко Получает он заслуженную желтую карточку Ну а Феникс получает Шанс на реализацию стандартного положения Шахаев Бьет Ну Кто угодно мог заколдоваться этим ударом Но не Александр Федоренко Спокойно забрал мяч в руки Федоренко Арсен Губжев Соколов Таранов Хороший пас Гелиев Забивай Гол 3-1 Все Мне кажется, эту игру можно заканчивать Да простят меня поклонники Феникса Но вот игра в данном случае шла до гола Кто его забивал Многое решал Решил Амалка И решил великолепный голевой пас Ивана Таранова На Тамерлана Гелиева А дальше даже проводящий просто выдающийся, наверное, для себя матч Кимран Газаев Он уже в этой ситуации выручить своих партнеров не сумел Да Феникс во втором тайме мало создал Меньше, чем в первом Ну и Малка не создавала так уж много И все же, и все же Малка своего добилась А теперь можно и рассыпаться Да, вот это нежелательно Это чуть было не произошло сейчас Астаранов пробил штангу Но дальше Кимран Газаев мяч в руки забрал Это то, что Фениксу меньше всего сейчас хочется пожелать Что происходит? И гол! Этот гол засчитан И это опыт против молодости Это Казбек Гетериев против непонявшего абсолютно ситуацию Кимрана Газаева 4-1 4-1 4-1 Так, к сожалению, рушатся надежды Так, к сожалению, уплывает Вот этот вот И без того Очень-очень слабый шанс На то, чтобы зацепить результат в этом матче у Феникса Ну что ж, 4-1 Да, по счету теперь уже довольно весомое преимущество Но все же я буду считать, что вот этот матч у Феникса лучший В их противостоянии против Малки Да, в итоге все равно не получилось Как-то до последнего побороться за результат Но все же В течение 50 минут Феникс точно Бился Сражался Но чуть-чуть не хватило Берсеков Все-таки класс Малки сказался И обладатель кубка у нас пока не меняется Возможно и не сменится вовсе Губжев Сокалов Таранов Прострел Ну тут касание Дворецкого помешало сейчас К тому же Геливу мячом завладеть Тауф Берсеков Нет, мяч Феникс у себя сохраняет Нужно сохранить лицо в том числе Нужно попытаться все-таки забить еще один мяч Губжев агрессивный подкат Неужели это не фол и не карточка? Это большой вопрос Очень-очень сурово сейчас подкатился Арсен Губжев действительно вопрошает сейчас игроки Феникса Почему здесь нет карточки? Она будет для Арсена второй Нет, арбитр так не считает Штрафной А, даже не штрафной Даже фола не зафиксирована в данной ситуации Вот как То есть был бы, конечно, зафиксирован фол Это была бы, наверное, карточка Раз фола нет Вот потому и нет карточки Но возвращает мяч Малки сейчас Феникс Показывает, что результат игры это одно Ну а вот честная игра Фейерплей это другое Феникс за именно фейерплей Фидоренко Здесь борьба Гилиев И сейчас уже Газаеву просто-таки повезло Что пятый мяч не влетел в его ворота Но если в итоге Феникс пропустит всего 4 мяча Это будет лучший показатель, кстати, Феникса в играх против Малки В предыдущем матче они добились того, что пропустили 7 Это тоже уже меньше, чем было до этого И вот сегодня 4, если так и останется Тоже неплохо А здесь? А здесь? Надо забивать? Нет Гола не состоялось Еще один шанс Феникс упускает Сколько их было? Да, конечно, у Малки больше Но Феникс в таком положении, где надо реализовывать свои моменты И жесткий стык Очень жесткий Здесь и Дворецкий, и, по-моему, Берсеков Очень неприятное столкновение случилось между ними Ну и судя по всему, больше в этом эпизоде пострадал Дмитрий Дворецкий Да так, что, возможно, и игру-то продолжить не сможет Да, вот мы видим Фархад Имамалиев Дворецкий уходит за пределы поля А Имамалиев на поле появляется И штрафной в исполнении Ивана Таранова нам предстоит увидеть Ну и Николай Третьяков тоже вышел Сменив, судя по всему, Артема Сидоренко Да, так и есть Таранов Ну, очень высоко Ну, по сути, отдал мяч сопернику Совсем немного времени остается играть Узденов Идет в обыгрыш Одного прошел Второго пройти уже не сумел Таранов Придерживал его Артем за руку Сейчас Борчанинов, и это штрафной Ну, Малки уже действительно Внутри команды хорошее настроение Команда понимает, что этот матч выиграла Могут позволить себе где-то и пошутить друг на друга В частности, Казбек Гитериев спросил Не стоит ли ему уже сразу идти на трибуну Сейчас после удара Ивана Таранова Удар Попадает мяч в Арутюнова Не успел здесь Нет, успел Узденов Чтобы мяч достался именно Фениксу Арутюнов Борчанинов, Узденов И выскакивает на него Федоренко В одиночку сражается он здесь с двумя игроками Феникса И угловой Узденов Подача Федоренко вышел из ворот А здесь Джумшудав Джумшудав С мячом Против него Сокалов Джумшудав Шахаев Шахаев на отличной позиции Да, Фениксу сегодня все-таки в числе прочего еще не везет Те моменты, которые не забивает Феникс Вот если Малка не забивала чаще Чаще, я скажу, все-таки из-за того, что спасал свои ворота Кимран Газаев То Феникс не забивал чаще из-за того, что просто не попадал в ворота, наверное, в очень выгодных ситуациях Там и Перекладина была, и вот Третьякова уже второй момент, да, в этой игре В которой очень удобный для того, чтобы забить гол в ситуации мяч проходит мимо створа Борчанинов Арутюнов Гитериев мяч у него отобрал Губжев Берсеков Гелиев Неплохая могла получиться комбинация Но не получилось Это все-таки угловой Нет? Да? Нет? В общем, удар от ворот Что у нас за судья приезжает? Судья хорош! Иди, иди, иди Борчанинов Все, что положено Было сыграть в этом матче Сыграно Борчанинов Борчанинов Азамат Узденов Удар Фидоренко в ближнем углу Мяч вытаскивает Угловой будет Борчанинов 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 В целом можно уже подводить итоги Малка выигрывает Малка проходит финал В принципе Как и в матче Четвертьфинальной стадии Игра для Малки Не сказать, чтобы Получилась проходной Пришлось где-то и понервничать Наверное Опять же Это Насколько мне отсюда кажется Но в любом случае И в четвертьфинале И в полуфинале Все-таки победа Малки Была заслужена И сомнений Не вызывает Фениксу спасибо Спасибо за этот сезон Команда явно прибавила И в следующем году Будет очень приятно За этим коллективом наблюдать Желаем Давиду Насибову Всяческих успехов В его непростом пути Ну а Малку будем Ждать Уже В финале А кто будет соперником Станет известно Приблизительно Через час До новых встреч Пока-пока Продолжение следует...